Доклада на тему объективизации артизирования методом интегративной поверхностной электромиографии приглашается Фидель Александрович Суботин, академик Академии медико-технических наук Российской Федерации, профессор РАЕ, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения Института междисциплинарной медицины, город Москва. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим, как все-таки объективизировать методы артизирования. Мы часто, работая с пациентами, функциональными мышечными тестами, тестами системы Phantotix, не можем получить инструментального подтверждения тех фактов, на которые мы влияем. И мы с вами часто говорим о восходящей патологии опорно-технического аппарата. Всем, кто работает в системе Phantotix, прекрасно знаком этот слайд, я его специально вставил, что боли в области стопы, привод к боли в области колена, в области таза, в области позвоночника. Но как это объективизировать? Сегодня я вам расскажу это на примере клинического пациента с болевым синдромом в поясничной области. После операции на межпозвоночном диске Т12-11 был секвестр, операция была показана. И рецидивирующий болевой синдром с частыми обострениями на фоне постоянной боли 2-3 балла по ваш. До приема пациент обращался ко многим специалистам, вплоть до того, что ставился вопрос о повторной операции. И, к сожалению, никто не обращал внимания на асимметрию стоп и видимое невооруженным, кажется, глазом опущение продольной своду правой стопы. После выполнения теста системы Phantotix подобрали индивидуальные ортезы, но было принято решение оценить эффективность ортезирования электромиографическим контролем. Поверхственная электромиография, огибающая на миографической системе Calibri Muscle Tracker компании Neurotech, которая позволяет очень красиво и легко это оценить. Итак, оценивали следующие группы мышц. Латеральные медиальные головы икроножных мышц обеих голени и, как интегративный показатель влияния нижних конечностей, разгибатель позвоночника на уровне L3 с двух сторон. Оценка проводилась по средней и максимальной амплитуде электромиографического сигнала. При ходьбе пациента на 3-мире стандартная скорость 800 метров в час. Электромиография икроножных мышц до и после ортезирования. Ортезирование первичное, то есть это еще без коррекции. Мы видим, что средние амплитуды до ортезирования, левая латеральная, левая медиальная и после ортезирования соотношение практически не меняется. И правая латеральная, правая медиальная абсолютно также остаются примерно на одном уровне соотношения. Вот эта картинка, которую нам дает это оборудование, позволяет легко и эффективно оценивать результаты воздействия. И самое главное, наглядно показать пациенту, собственно говоря, что мы получаем. После ортезирования мы также провели оценку по круговой диаграмме, по средней амплитуде. И мы видим, что если после ортезирования снятая электромиограмма, приводит несколько выравнивается соотношение сторон, но опять же мы не видим значительной разницы. После чего мы проверяем максимальную амплитуду. Вот максимальная амплитуда здесь более показательная, что говорит о максимальном напряжении каждой из головок мышц. На левой части слайда мы видим до, и на правой части после ортезирования, более выровненные по медиальным головам, по левой стороне. И немножко все-таки завал по правой медиальной головке, на правой икроножной мышце продолжает оставаться. И точно так же это прекрасно видно на круговой диаграмме, что правая медиальная головка по площади круговой диаграммы занимает гораздо меньше, чем левая медиальная головка по правой части слайда, что говорит о значительной активности левой медиальной головки и о сниженной правой. То есть идет, соответственно, перекос активности головок икроножной мышцы. После чего нами было принято решение провести анализ на уровне L3. Почему? Потому что анализ полученных данных показал разницу в активности мышц по данным электромиографии в максимальном различии не превышало 1 к 1,5. После артезирования больше изменений в медиальных головках и икроножных мышц, но не превышали, опять же, двукратной разницы. Выполнение электромиографии разгибателя позвоночника на уровне L3 как интегративной зоны для оценки влияния патологии нижних конечностей на активность мышц поясничного отдела позвоночника до артезирования и после артезированной системы фармтодик. Вот тут мы получили гораздо более интересные результаты. Обратите внимание, средняя амплитуда электромиографической активности до артезирования. Левая часть разгибателя 21% активности, правая 79%, то есть соотношение 1 к 8. И после артезирования мы практически получаем идеальное выравнивание 1 к 1. Если мы посмотрим на максимальной амплитуде, мы увидим примерно то же соотношение, только в левой части слайда до артезирования будет вообще соотношение 1 к 9, а в правой практически, опять же, выравнивается 1 к 1. Соответственно, анализ полученных данных до артезирования и после артезирования системы фармтодик показал значительную разницу в электрической активности мышц до артезирования, как по средней 1 к 4, так и по максимальной 1 к 9 амплитуде электромиографического сигнала. Что свидетельствует о выраженной асимметрии тонуса мышц поясничного отдела позвоночника, собственно, как возможной причиной болевого синдрома. Соответственно, оценка электромиографии мышц голени показывает не самую большую, казалось бы, эффективность артезирования, а вот именно как восходящая патология стопы и эффективность артезирования на уровне поясничного отдела позвоночника, верифицированной методами поверхности электромиографии, показывает крайнюю эффективность именно методов артезирования системы фармтодик для снижения асимметрии напряжения мышц поясничного отдела позвоночника и снижения или купирования болевого синдрома, вызванного данной проблемой. Обратите внимание, разгибатель позвоночника, средняя амплитуда, левая часть до артезирования, правая после артезирования. То есть мы видим значительное перенапряжение разгибателя позвоночника справа до артезирования, как я уже сказал, 1 к 4, то есть четырехкратная перегрузка в средней амплитуде, то есть мышцы поясничного отдела позвоночника справа в 4 раза активнее, чем слева. Соответственно, напряжение данной группы мышц не может не привести к асимметрии позвонков или позвоночнических двигательных сегментов поясничного отдела позвоночника со всеми вытекающими оттуда последствиями, как-то протрузии дисков, экструзии дисков, грыжи межпозвонковых дисков. Соответственно, когда мы смотрим правую часть слайда, мы видим, что после артезирования у нас происходит четкое выравнивание электромиографической активности. Соответственно, мы выставляем равновесную составляющую мышц поясничного отдела позвоночника, то есть паровертебральных мышц. То же самое нам показывает анализ максимальной активности, пиковой активности электрической активности мышц. Если слева на слайде мы видим соотношение 1 к 9, то есть на пиковой нагрузке в шаговом паттерне мышцы паровертебральные справа в 9 раз активнее, чем мышцы паровертебральные слева на уровне L3, то после артезирования они практически возвращаются в равновесное состояние. Представьте себе, что при каждом шаге активность группы мышц справа превышает 9 раз слева. Представляете, какая асимметрия? Причем динамическая асимметрия. В покое мы ее можем не найти, а вот динамическая асимметрия, когда человек ходит, она будет самой выраженной. И, соответственно, анализ полученных данных показал практически отсутствие разницы в электрической активности как по средней 1 к 1, так и по максимальной 1 к 1 амплитуде электромиографического сигнала. Собственно, что свидетельство о восстановлении симметричности тонуса мышц поясничного отдела позвоночника. Так что, уважаемые коллеги, слова и слайд о восходящей патологии опорно-зиктонного аппарата при поражении стопы – это не только красивая картинка, но это, как вы видите, верифицировано объективными методами поверхностной электромиографии данность этого процесса. Так что, вы теперь можете абсолютно спокойно говорить своим пациентам и для себя лично иметь в виду, что ортезирование асимметрии стоп является выраженным лечебно-эффективным методом профилактики и лечения патологии поясничного отдела позвоночника. Использование электромиографии разгибателей позвоночника на уровне L3 как интегративной зоны для оценки влияния патологии нижних конечностей на активность мышц поясничного отдела позвоночника является объективным показателем влияния восходящей патологии опорно-двигтного аппарата. И нормализация электромиографической активности в данной зоне в совокупности со снижением болевого синдрома пациента после ортезирования системы фонтопик свидетельствует об эффективности примененного метода ортезирования при болях в спине, вызванных патологией нижней конечности. Соответственно, что даже незначительные на первый взгляд асимметричные изменения стоп имеют выраженное восходящее влияние на симметрию тонуса паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника. Собственно, со всеми вытягающими оттуда патологиями. И я хочу завершить свой доклад словами Анна Рада Бальзака, что чтобы дойти до цели человека, нужно только одно – идти. А идти лучше в стельках фонтопикс. Благодарю за внимание. Хорошего вечера. Будьте здоровы. Берегите себя. Благодарю за внимание. Продолжение следует...